Друзья-сопалатники, всем привет! Мы продолжаем рубрику Хайпажора, Его Величества, Королевского Шипра И вторым нашим вариантом будет Зебра Мы поговорили про Авентус, а теперь поговорим про один из наиболее На мой нюх удавшихся вариаций на тему Которая не скатывается в прямое копирование, как некоторые О чем мы тоже поговорим в один из следующих обзоров И который звучит интереснее, чем, ну, может быть даже и сам Королевский Шипр Итак, Рассасси выпустил в какой-то момент после Великого и Ужасного свою вариацию на тему У меня уже заканчивается вторая баночка Покупал первую не я, покупала первая мне супруга Как раз на волне моего первичного помешательства на Авентусообразных парфюмах Тогда у меня полтинничек ушел за полгода В этот раз купили мы его, уже покупал сам я, покупал на Натина И он у меня ушел почти весь, как вы видите За, ну, с середины декабря Ну, то есть получается у нас январь, февраль, март Три с половиной месяца И вот я думаю до середины апреля он у меня не доживет То есть буквально четыре месяца, при том, что я не могу сказать, что я пользовался им каждый день Однако, когда я им пользовался два, три, четыре, скорее даже не два, а три, четыре раза в день Я его на себя наносил Причем каждый раз я вообще с Авентусо подобными ароматами не церемонюсь То есть прям шесть-семь распылений за раз я делаю точно Как говорят, один-два, три-четыре, как бы пять Нет, и пять там тоже не пахнет от вас особо сильно Ну, шесть-семь распылений, тогда да, можно о чем-то говорить Так, как он выглядит? Ну, наверное, уже все знают Но, тем не менее, а вдруг не хватит вам тех обзоров, которые у нас присутствуют в русскоязычном интернете Кстати говоря, которых не так уж и много По-моему, то ли три, то ли четыре обзора И я вспомню одного только товарища из Белоруссии Валоря Который... Привет тебе, если ты такое смотришь Который действительно интересно рассказал про этот аромат Не сделал этот обзор частью какого-то... Как это сказать... Желания просто похайпиться И выпустить быстренько видюшку без особых размышлений и измышлений Вот Валоря действительно хорошо рассказал Кто захочет, посмотрите на английском Валоря И вы увидите там зебра Парень прикольно рассказывает Почему-то в последнее время перестал выпускать видюшки А вот было бы здорово посмотреть Дальнейшие его обзоры именно в ключе подобных Когда он приводит свои мысли в качестве парня Относясь к парфюму именно в прикладном виде Говоря о том, насколько это нравится девушкам Насколько он хорошо звучит И добавляет туда какие-то истории своей жизни Так вот, как мы выглядим? А мы выглядим достаточно неплохо, но в то же время совершенно недорого Вот когда я смотрю на этот аромат Вот по сути, вот сколько он стоит Вот примерно так же он и ощущается в руке Это никоим образом не ухудшает восприятие парфюма Как вы знаете, есть иногда вот бутылочки Они сами по себе выглядят достаточно дешево И все же мы с вами не только запах воспринимаем По крайней мере, я-то точно Я воспринимаю еще и тактильно сам флакончик Поэтому, например, сейчас, когда я покупаю какие-то Какие-то отливанты, например Либо парфюм, когда я буду его переливать Куда-то в другие в атомайзеры Я эти атомайзеры покупаю достаточно дорогие Ну, по крайней мере, выглядящие или ощущающиеся дорого Например, с стеклянной, с деревянной крышкой Чтобы мне было приятно вообще дотрагиваться до этого парфюма Чтобы это не была какая-то пластиковая фигня Либо пластиковая белая крышка И там квадратная стеклянная 5-10-миллиметровая бутылочка Которую в руки-то брать не особо приятно Так вот, здесь нельзя сказать, что вам брать его в руки неприятно Все сделано достаточно хорошо Каких-то, кстати говоря, на бутылочке я даже швов не вижу Что интересно Вот я даже не вижу А, вот есть швы Ну, они достаточно, как вы уже поняли Я их не заметил почти сразу Никогда не присматривался Но они есть, да Швы есть, но, опять же, все это достаточно хорошо сделано У нас есть 2 наклейки Как по мне, ход не очень удачный Просто потому, что они сами по себе потом ничем не защищены Вот если бы были эти наклейки И дальше, например, здесь было бы еще стеклянное полотно Которое запаковывало бы их внутри И защищало от влаги, от пота Было бы хорошо А так у нас есть наклейка Глянцевая И на ней еще наклейка с текстурой Такой бархатистой И вот эта самая бархатистая текстура Она достаточно сильно заляпывается Вот если вы берете это либо грязными руками Ну, зачем брать парфюм грязными руками Потными, может быть, руками Дети берут Вот у меня здесь какое-то есть Какое-то оранжеватое пятнышко Вполне возможно Одна из дочерей уже Уже приложилась к этому парфюму Поэтому, может быть, он несет частичку ДНК дочери уже Крышка хорошая Белая сверху Хорошо пропечатан бренд Она пластиковая Но, опять, достаточно тяжелая, кстати говоря, крышка Особенно для пластиковой крышки Она прям тяжеленькая Распылитель Ну, все, все очень неплохо Да, у нас здесь наклейка Батчи, правда, не вижу Зачем нам нужен батчи в арабской парфюмерии Ну, видимо, они как-то по-другому Отслеживают количество выпускаемого парфюма Но вот батчи я здесь не вижу Тем не менее Сам по себе аромат красивый А, вот еще Еще про упаковку И про то, как это выглядит Ребята, когда будете покупать Я думаю, что после моего обзора Вы все же себе купите, кто не попробовал Потому что стоит она совсем недорого Я на Натина покупал за 2100 рублей По акции было Это было до продорожания, как вы понимаете Без акции он стоил 2400, по-моему Сейчас давайте подождем Еще немножко Доллар должен подупасть Вот когда он упадет Там до 75, например Да, у нас там осталось всего ничего Там 7 рублей Уже можно, кстати говоря Вот отклеивается Вот эта наклеечка Вот она вот чуть-чуть уже отходит Вот Ну, и опять же Это никаким образом не вызывает Какого-то отторжения Это не кустарное производство Рассасси Это один из самых больших брендов Вообще в Арабских Эмиратах В Дубае И его У него есть как Недорогие парфюмы Которые, кстати, тоже Очень классно ощущаются Очень классно выглядят Когда-нибудь мы сделаем с вами Обзор на ту же Шухру, например Она у меня есть За 1800 рублей Невозможно представить себе Настолько классно сделанный Аромат Бутылка Настолько тяжелая В общем, арабы в этом плане Молодцы Рассасси Не исключение Все, все сделано Все по-хорошему сделано Вот посмотрите Вот здесь сейчас Да, здесь что у нас написано Здесь написано Порлуи Сверху Вот здесь А здесь написано 93 Нет, здесь на самом деле Вообще написано Что-то странное Видимо, это Изначальные арабские цифры В общем, называется он 9325 Порлуи Рамз R-U-M-Z Что Если вы Обратите внимание Вы не увидите здесь Название зебра Его нет нигде Здесь внутри нет Здесь нет Поэтому, если вы увидите Вот этот флакон А внизу будет написано Зебра Это клон Вот этого аромата Тоже арабский Я не понимаю Как арабы Друг друга клонируют Вообще Как это у них получается Вообще Как они додумываются До этого Но тем не менее Есть такое То есть Есть клоны Этого араба Подделок Я не видел Но вот клоны Этого араба Есть Причем они стоят Столько же Или там на 200 На 300 рублей меньше Я их не пробовал Но логически Рассуждая Наверное Лучше взять себе Оригинал Нежели клон Так вот Давайте на себя Его нанесем Ой, красавчик Он звучит Если вы не будете Обращать внимание На То, что это Авентусоподобный аромат Что он был сделан По лекалам Авентуса Вы просто получаете Красивый Цитрусово-цветочно Цитрусово-цветочный Аромат Наверное Так можно его назвать Однако В сравнении С Авентусом Если вы знаете Что это Один из Дженериков Авентуса Имея Авентус Вот здесь Он у меня на руке Есть И Рассасси Намного более Ядреный Он не такой Ядреный Как это Как ядреный Например Армов Потому что Туалетка Армов Она Вот этот Лимон Он Чуть ли не На грани Некомфортного Восприятия Оказывается Здесь Здесь приятно Он приятен Здесь лимон Здесь бергамот И здесь Зеленое яблоко В старте Зеленое яблоко Не сладкое Бергамот Не сладкий И лимон Тоже не сладкий Получается Что у нас Старт Кислый Однако В действительности Если мы не будем Пытаться Проводить Какие-то Параллели С Авентусом В котором Старт Все-таки Сладковатый И мы понимаем Что в сравнении Зебра Кисловато Старт Очень приятный Старт Это Цитрусы И Прошу прощения Там не лимон Там кардамон Кардамон Бергамот И яблоко Зеленое Если знать Эти ингредиенты Вы можете Их почувствовать На самом-то деле Они есть Я чувствую Кардамон Вот эта специя Я чувствую Бергамот Естественно Это цитрус И я чувствую Яблоко Что интересно Они Сделав Такие Стартовые ноты По сути Они подчеркнули Цитрусовость Потому что Бергамот Ну понятное дело Сам по себе Цитрус Кардамон Он подчеркивает Цитрусы Понюхайте Если у вас есть На кухне Кардамон Понюхайте Вы почувствуете Что он пахнет Тоже цитрусом Несмотря на то Что это специя У него есть Вот этот Кисловатый запах Вот это Кисловатое Дополнение Да То есть он пахнет Как будто там есть Что-то ореховое И цитрусовое И получается Накладываясь На бергамот Кардамон Усиливает Вот это Ощущение Цитрусов При том что Цитрусы Достаточно Летучие Кардамон И яблоко Не будут Такими летучими Как бергамот Который уйдет От вас Через там 10 минут Они будут Продолжать Звучать Таким образом Мы получаем Вот эту Свежую Цитрусовость Намного На протяжении Дольшего Времени По сравнению С цитрусами Как они бы были Без изменений В пирамиде Кардамон Более цитрусовое Зеленое яблоко Оно кисловатое Правильно? Звучание В отличие От спелого яблока У зеленого яблока Оно Вот Вот эта неспелость Она опять же Достаточно хорошо Будет гармонировать С цитрусами Потому что Цитрусы кислые Зеленое яблоко Кислое Однако внизу Вот сейчас Я уже это чувствую Несмотря на то Что у нас есть Эти цитрусы Опять же Только в прямом Сравнении с Авентусом Мы можем Уловить эти детали Если Авентуса У вас не будет Под рукой Вы не будете Пытаться это все Сравнить Вам будет казаться Что вы сейчас Нюхаете Авентус Либо что вы Сейчас нюхаете Какой-то Знаете Если бы существовал Авентус Интенс Вот это был бы он То есть Вы понимаете Это же Авентус В то же время Он как будто бы Немножко более плотный И как будто Он немножко более Напористый Вот самую малость Сейчас уже По прошествии Несколько Я чувствую Что у него Добавились Нотки Вот Вот этого Смягчающего Цветочного Звучания Насколько я помню Там есть И жасмин И будто бы Ландыш Может быть И нет В общем Там тоже есть Цветы Точно так же Как они есть В Авентусе В большинстве Дженериков В серединке Есть цветы Он добавляет Вот этой Кремовости Немножко Вот эти цветы Они добавляют Кремовости Звучанию Они немножко Его смягчают Однако В сравнении С Авентусом Рассаси Остается Намного более Собранным В плане Мужественности Наверное То есть Он намного Больше Подойдет Мужчинам Нежели Авентус Опять же В прямом Параллельном Тесте И там Внизу У нас Оказывается Та самая Пепельница При том Что Пирамидка Если вы Посмотрите Она все-таки Не на 100% Похожа На Авентус Но я чувствую Эту самую Пирамиду Она скрыта Сильнее Нежели В Авентусе Она скрыта Сильнее Вот этими Стартовыми Которые Остаются Все еще В середине Кардамоном И яблоком Несмотря на то Что бергамот Уходит Но мы помним Тот самый Стартовый Аккорд И продолжаем С ним Ассоциировать То что Происходит Ниже Эта Пепельница Она Сильнее Скрыта Второй Момент Здесь Есть Намного Более Большее Ощущение Древесности Древесности Как будто Там Внизу Есть Не Прям Пепельница Которую Я помню Что она Есть Потому что Я знаю Как пахнет Авентус А как будто Здесь Не столько Пепел Сколько Кожа С удом Кожа С удом И как будто С сандалом Может быть Немножко С ванилью Потому что Она Не настолько Жесткая Не настолько Хищная Вот там Внизу Арабы Любят Это делать Когда Мы берем Там Сандал Уд Кожу И вот У них Есть Вот это Звучание Особенно У Рассаси Если Кто Знает Как Звучат Рассаси Вот Там Есть Что-то Похожее На ту Самую Базу У Всех Рассаси Примерно Одинаковая База У меня Шухра У меня Был Леопард Леопард Кстати Говоря Этой Базы Не Имеет Амбергри Шауэрс У меня Был Вельвет У Меня Есть Табаку Блейз Они Все Имеют Ту Самую Базу Вот Эту Кожан Какую То Удово Сандалово Кремово Почулисто Вот Она Очень Приятная Вот Как Будто Бы Эта База Там Есть Я Ее Угадываю Но Она Очень Глубоко Находится И Она Не На 100% Такая Же Как В Авентусе Но Вы Это Все Почувствуете Лишь Имея Авентус И Сравнивая Параллельно Практически Никакой Разницы Не Будет Если Вы Дадите Понюхать Зебру И Через Минуту Ну Не Сразу Через Минуту Дадите Авентус Человек Скажет Что Это Одинаковый Это Тот же Самый Авентус Чуть Меньше Сладости Потому Что По сути У Зебры Вообще Нет Ингредиентов Которые Могли Бы Дать Сладость Не Смотрите На В этом Случае Не Смотрите На Ноты Во Фрагрантике Зайдите На Официальный Сайт Рассаси Посмотрите Ноты Там Потому Что Во Фрагрантике Написано Глупость У Зебры Нет Ни Смородины У Зебры Нет Ананаса Это Все Просто Фантазии Составителей Страницы На Этот Аромат На Фраге Там Буквально Три Ноты Вверху Три Ноты В середине Три Ноты В Базе И Они Несладкие И Действительно Аромат Воспринимается Намного Более Мужественным При Этому Остается Он Остается Свежим Он Остается Таким Бодрящим Он Остается Можно Сказать Немножко Пепельным В Базе Но При Этом То есть У него Остается Это ДНК Авентуса Но При Этом Он Чуть Чуть По Другому Звучит Звучит Я бы Сказал Не Настолько По Другому Чтобы Называть Его Самостоятельным Абсолютно Ароматом Чтобы Можно Было Говорить Что Как Например С Цедра Блазе Да Или С Этим С Оркедмен Когда Вы Берете Аромат И говорите Ну Это Вроде Бы Похоже Но Это Не Одно И Тоже Совершенно Или Не Шанех Живат Вы Говорите Да Он Работает Там же В В Интересное Сколько Стоит Авентус Сколько Стоит Зебра И Кого Из Них Я Вы 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 Брал Если Мне Нужно Было выбрать Один Авентус Зебра выпускается Только В Полтинниках Кстати Говоря Авентус В Полтиннике стоят в интернет-магазинах в районе 15 тысяч, может быть, можно найти 12-13, но это на состояние зимы 2022 года, еще до событий в Украине, когда началась наша спецоперация, поднялся доллар, все куда-то в небеса улетели все эти цены, несмотря на то, что сейчас доллар уже как бы возвращается на более-менее нормальное состояние, цены все еще непонятно, где находятся, поэтому я не могу говорить за нынешнюю ситуацию, 12-13 тысяч, наверное, за полтинник, это то, что можно найти на том же Авито, может быть, можно попытаться найти на Алапе. Зебра до повышения вот этих цен, как я уже сказал, я покупал за 2100 рублей на Натина с бесплатной доставкой, а, хотя нет, я покупал на Натина, на Натина можно взять что угодно и плюс пойти в раздел акций с бесплатной доставки и взять себе какой-нибудь крем для лица. Вот я сделал так, я взял, по-моему, масочки для жены косметические, они стоили там что-то рублей 200-300, по-моему, даже чуть ли не меньше, и доставка стоила те же самые деньги, то есть, по сути, я как бы сделал себе бесплатную доставку, либо оплатил доставку и получил в подарок косметическое средство. Можно делать так, то есть, по сути, грубо говоря, мне бесплатно обошлась доставка этой Зебры, 2100 рублей, до этого мы покупали где-то 2400-2500, ну, дороже 3000, не надо покупать, не потому что она их не стоит, а потому что вы можете найти дешевле, потому что подделок не существует. Есть клон, о нем я вам рассказал, подделок не существует, это араб, они и так уже дженерики. Мы смотрим на цену Авентуса, мы смотрим на цену Зебры. Цену Авентуса, цену Зебры. Цену Авентуса, цену Зебры. И особенно учитывая, что Зебра звучит дольше и интенсивнее, чем Авентус, смысла покупать Авентуса я не вижу никакого. Вот, честно вам скажу, никакого смысла, Авентус у меня есть. Покупать сотку тестера Авентуса за 12000 или купить вот этого товарища за сотку будет стоить 5000 рублей, то есть, получается, разница в 2,5 раза. При том, что Зебра будет звучать дольше, Авентус будет звучать, наверное, уловимо. Ну, хотя нет, я не могу сказать, что я, у меня уже, наверное, нюх подзабился. Сейчас у нас, я снимал предыдущее видео, у меня остался Авентус на руке, но еле-еле звучит. Я, наверное, забил его другими ароматами. А Зебру прекрасно слышу. Так вот, если Авентус у нас с вами ощутимо для окружающих звучит там 2,5, может быть, часа, 3 часа в грибной день, а для Зебры, ну, 3 часа это вот достаточно легко. Зебра не исчезает вообще, у нее база остается до самого вечера, но базу никто слышать не будет. То есть, первый час она шлейфит очень хорошо, не как пауэрхаусы, не как вот эти монстры, там, кого-нибудь богарты или какого-нибудь амуажа, нет, она сегодня не так. Просто обычный нормальный аромат, первый час она слышна, второй час она слышна намного ближе, да, уже на более интимной дистанции, там, какие-нибудь 50 сантиметров, да, то есть шлейфа уже особого не будет. Третий час, это прям вот совсем интимная дистанция, там, дистанция членов семьи, а четвертый и дальше часа уже никакого шлейфа не будет совсем, может быть с каким-то, какими-то движениями рук, движениями головы, волос, можно будет пустить эти молекулы в нос кому-то из своих собеседников, но это будет скорее нечаянно, нежели постоянно. Тем не менее, вот эта база, вот эта удово-пепельно-сандалово-кожаная база, она остается до вечера, ну, то есть часов на шесть, наверное, суммарно, она есть у вас на теле, на руке. Это радует, что аромат не исчезает до конца, что он остается с вами. Я бы советовал вот этот аромат, наверное, вообще всем, кто любит Авентус. Он не то, что не звучит дешево, он звучит, как по мне, четко в том же самом бюджете, в котором звучит Авентус. Вот забудем про цены, для меня это совершенно то же самое. Как говорят, я там понюхаю, слышу разницу в ингредиентах. Я не слышу вообще никакой разницы в ингредиентах. Для меня зебра звучит совершенно натурально, абсолютно натурально. Ни единой ноты какой-то химозности, ни единого ощущения вот этой, знаете, классического люксового какого-то мешка, в котором все перемешали. И вот вы пытаетесь понюхать, а там все это вместе, либо не хватает диффузности, ощущение как будто бы, как знаете, как в 70-е, 60-е, раньше, когда создавали ароматы, не предполагали вот какой-то, как говорят в музыке, сцены, что вы можете разложить по нотам. Предполагалось, что это все является частью одной прямой линии. И вот есть просто определенный запах, и в этот запах чувствуете, невозможно вычленить какие-то акценты. Так вот, в зебре все эти акценты, они вычленяются. Они вычленяются так же, как и в том же Авентусе. Они спокойно, вы можете все это расслышать. Я достаточно легко, как говорю, слышу и кардамон, и зеленое яблоко, и бергамот. Я слышу ту же самую пепельницу, я слышу нечто цветочное, я слышу, вот как я сказал, что-то вот это удово, какие-то сандаловые нотки. Все это слышу. Можно ли это расценить, четко угадать, какой именно это ингредиент? Да вы не сможете это угадать вообще ни в каком парфюме. Но это все слышится, это все звучит нишево. Это все звучит не на 2500 рублей. 7-8 тысяч, как какой-нибудь форапен, например, вообще легко. Поэтому покупать Авентус я при наличии зебры не вижу вообще никакого смысла. Более того, в своем собственном рейтинге, я уже составил у меня около десятка Авентус подобных ароматов, я вот лично себе составил этот рейтинг. У меня зебра на почетном втором месте. Что находится на первом, я вам скажу, когда у меня будет обзор на этот аромат, который на первом месте, а это не Авентус. Но зебра находится на втором месте. Почему? Звучит натурально, звучит достаточно долго для Авентусовых ароматов. Для вообще вот взять вот из коллекции, что у меня есть. Возьму опиум, например, или возьму какой-нибудь Блё де Шанейт. Возьму тот же Том Форд Бодерул, возьму H24. Нет. Зебра звучит намного меньше, зебра звучит скромнее по шлейфу. То есть она, вот всё же её можно сравнивать вот внутри этого поля влияния Авентусового звучания. Вот внутри него она звучит очень даже неплохо, очень хорошо в течение трёх часов. Как-то так-то вас будут слышать. Это хорошо для такого типа парфюмов. Так вот, стоит недорого, звучит очень натурально, звучит дольше, чем оригинал. Вариантов не покупать, ну, я не вижу. Потому что Рассасси никоим образом себя не дискредитировал ещё ни разу. В сравнении с тем же Афненом, в сравнении с тем же Армафом, Армафом. Рассасси, вот все ароматы, которые знаю, по крайней мере, я, они все исключительно достойны. Они все прекрасны. Они все звучат натурально. Они все звучат, можно сказать, нишево. Они все имеют отличную упаковку. Их все можно отдавать на подарки. Нет ни одного аромата, который, я бы сказал, что это такое. Есть практически у любого арабского производителя вот такие ароматы. Либо какая-то часть звучания в аромате. Когда, например, начинается середина, да, или там у Афнена это середина, у Армафа это начало. И вы думаете, почему странно так звучит? Он звучит, вот действительно ощущение какого-то пластика, что-то такое вот химическое. У Рассасси такого нет ни в одном аромате, который я пробовал. Я пробовал где-то с полдюжина. Поэтому покупайте, носите, получайте удовольствие. Всем до связи, хорошего дня.